Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Скорее всего это будет домашний влог, потому что мы снова находимся в домашнем заключении. Не успели мы пойти в школу и в детский сад, как сначала приболел Захар. Ну просто горло, знаете, обычная простуда, насморк, все дела. Несколько дней я занималась его здоровьем и днём и ночью, а потом Игната снова закрыли на карантин, потому что он был на уроке игры на фортепиано. И так интересно, неделю тому назад у него была вот эта лекция, и нам вчера сообщили, что, к сожалению, мы вынуждены остаться дома, но не на 10 дней, как обычно, а ещё на неделю. Я уже ничего не понимаю, но в общем мы сидим дома, и если уж совсем по-честному, то нервы и стерпение уже у всех на пределе. Сейчас такой период в нашей семье, в принципе, что мы с мужем начали новую деятельность, это требует много времени, много сил, много энергии. И на мне сейчас огромная ответственность, и как всё, как-то, знаете, организовать, я пока что ума не приложу. Но раз уж мы все дома, то мы с вами ещё и испечём домашние польские пончики. В Польше есть один день, называется он тусты чварток, то есть жирный четверг, если так дословно переводить. В этот день все съедают максимальное количество пончиков, никто себя не ограничивает. Этот день всегда выпадает на, так как я сказала, четверг, это последняя неделя карнавала, и после традиционного поедания пончиков начинается ещё и большой пост, и ведётся отсчёт до Пасхи. По-моему, там 52 дня до Пасхи, после окончания карнавала. И прежде чем мы с вами приступим к готовке, я хотела бы поделиться с вами новостью, и также показать кое-какие новинки от бренда Daniel Wellington. Я являюсь их амбассадором уже на протяжении 5 лет, я с удовольствием ношу их аксессуары, и сейчас в честь дня Валентина они выпустили коллекцию, которая называется Unity. В коллекцию входит браслет и также красивейшая подвеска. Помимо этого, сейчас на сайте у них проходит акция, при покупке двух и более аксессуаров вы получаете скидку 10%, и у вас всегда активен промокод. В этом году это Ося 2021, который даёт дополнительную скидку в размере 15% на все ваши покупки. И, конечно же, моя скидка всегда суммируется со всеми акциями, которые проходят на официальном сайте danielvalenton.com. Мне уже не терпится примерить, вы очень часто видите на мне кольца. Полюбилась мне вот эта, которая издалека выглядит как три отдельных, но на самом деле это одно целостное колечко. Часы, которые вы наблюдаете на мне во всех видео, это тоже danielvalenton. У меня есть разные модели, и вот эта колечко тоже красивая. Значит, коллекция Unity представлена в розовом золоте, также в серебре. Я выбрала для себя для начала в розовом золоте, хотя я ношу и тот, и другой цвет, в зависимости от сезона, наверное, больше, но чаще отдаю предпочтение именно розовому золоту. Помимо всего вышесказанного, вы также получаете красивейшие подарочные упаковки абсолютно бесплатно каждому заказу. Давайте сейчас надену подвеску. Как раз у меня ничего нет в области декольте, и она сегодня мне подойдёт. Я прихорошилась специально для вас, потому что с этим домашним арестом я хожу постоянно в спортивном костюме и не накрашенная. Но раз такое сделаю, раз снимаю влог, то решила и подкраситься. А сейчас как надену бижутерию, и настроение будет лучше. Гляньте, какая нежность, как будто два колечка соединились. Красота, конечно, мне очень нравится, и с удовольствием буду носить. Я люблю такое, чтобы, знаете, на каждый день подходило, на любой случай, вот везде уместно, скромно и со вкусом. Всю подробную информацию я обязательно оставлю вам в инфобоксе, укажу модель моих часов. Возможно, вы присматриваете новые для себя или на подарок. И не забывайте, что мой промокод активен не только в интернет-магазине, но и в стационарных бутиках. В каких городах я обязательно уточню под этим видео. Прежде чем мы с вами отправимся готовить пончики, это далеко не ППшное блюдо, я хотела бы еще вот что сказать. Вы часто спрашиваете, как я питаюсь. Я не снимаю об этом видео, потому что я, во-первых, не специалист, а во-вторых, у меня больше как интуитивное питание. То есть я не загоняю себя в какие-то жесткие рамки, то есть вечно себя не ограничиваю. Я позволяю себе и вкусности, и вредности. Ну, например, если я сегодня что-то съем, то последующие дни будут более налегкие. Мне кажется, что перегиб в одну из сторон или ПП с постоянным подсчетом калорий или с вечным поеданием всего вредного, полезного, после чего ты плохо себя чувствуешь и плохо выглядишь, это вот два разных пищевых расстройства. Нужно найти какую-то золотую середину, поэтому если я уж что-то готовлю такое вкусненькое, то съем чуть-чуть. И потом в следующие дни, так как я сказала, я, допустим, не буду есть сладкое или не буду есть жирное, как я себя, вот знаете, чувствую, так и делаю. Поэтому я, наверное, больше всего пропагандирую какой-то здравый смысл во всем, определенный баланс. И присоединяйтесь к такой чудесной традиции поедания пончиков, но без фанатизма. А теперь пойдем готовить. Итак, начинаем готовить наши пончики. Для начала берем 250 мл молока, 20 г сахара, 60 г масла, то есть два вот таких небольших кусочка приблизительно, 20 г дрожжей. Теперь на маленьком огне начинаем подогревать это все в кастрюльке и постоянно помешиваем на протяжении 4 минут. Снимаем нашу кастрюльку с прибора. Все должно хорошо раствориться. Я буду готовить в этом приборе, но это вовсе не обязательно. Добавляем 50 г сахара. Теперь берем муку 470 г. Такое приличное количество. Вы знаете, если бы у меня не было термомикса, а здесь уже встроены весы, я бы однозначно купила себе специальные весы для кухни, потому что так все точно получается, когда готовишь по каким-то рецептам. А иногда я их также использую. Этот рецепт у нас из прибора, собственно. Оставлю ссылку тем, у кого он имеется. Три желтка, которые я отделила вне камеры. Спасибо, что подсказали мне, чтобы я не разбивала яйца вот эту чашу, потому что тогда весы могут подпортиться. Меня об этом консультант не предупреждала, когда я покупала термомикс. Поэтому имею в виду и больше так не делаю. Это тертая кожура одного апельсина. Лучше выбирайте био или эко, или очень-очень хорошо мойте. И я постаралась тереть только верхний слой, чтобы поменьше было белой части. И теперь вымешиваем тесто. Слава богу, что кто-то сделает это за меня. Точнее, что-то. Тесто готово. Оно, между прочим, такое довольно липкое. Намазываем нашу миску, или в чем вы будете его оставлять. Чем-то жирным, можно оливковым маслом или сливочным маслом. Теперь прикрываем его, как раз ищу сейчас, хлопковым полотенцем. И оставляем минимум на час, чтобы тесто подросло. Обязательно в более-менее теплом месте, но чтобы как минимум не было сквозняка. Тесто хорошо, как видите, выросло. Теперь раскатываем его. Будем жарить пончики. Мне кажется, уже хватит там, Игнаш, размазывать, нет? Так, нам нужна скалка. Немножечко насыпаем муки. Вот, и раскатываем тесто. Ну, где-то на сантиметр или полтора сантиметра. Игнат, подожди! Лапки на секунду убираем. Хорошо? Нам надо раскатать тесто. Смотри, какое тесто, мамы, такое. Берем стакан, желательно с широким дном и рюмку. Будем сначала выдавливать стакан в форму и серединку пончика. Игнат, давай, выдавливай. Только где-то сбоку, не посередине. О, вот там, да, отлично. Сильно нажимаем и крутим. Ну-ка, получилось? А ну-ка? А ну-ка, получилось. Давай еще. Игнаш, теперь надо сделать дырку. Делаешь дырку? Я в ней. Вот, пожалуйста, вырезай дырочку. А я люблю дырку, пончика. О, видите? Оп! Такие пончики у нас будут потом. Мама, папа, мини-донат. Ну, хочешь, пожарим и такое, оставляй его. Зачем ты мукой обсыпался? Мини-понтик, да? Ой, ты как это у меня не могло. Игнат. Влечи на муком. Влечи на муком. Игнат, покажись, пожалуйста. Человек, который сделал один пончик, выглядит так. У меня, конечно, сегодня были планы по-быстрому сделать пончики. Но мальчики вдруг решили мне помочь. Само аж научила. Теперь буду еще и убираться. Если постараться, немножечко, да, делать их более аккуратно, то, конечно, они выходят супер ровными. Но я вообще-то планировала их печь только для мальчишек. Возможно, Томак захочет. Я только попробую. И оставляю теперь их на 30 минут, чтобы они еще немножечко подросли. И будем жарить на сковородке. Разогреваем растительное масло на глубокой сковородке. У меня это микс растительного и рапсового. Мы можем начинать. Надеюсь, что этого достаточно. Я первый раз в жизни делаю пончики. Жарим до золотистого цвета. Сразу подготовила бумажное полотенце. Будем выкладывать туда наши пончики, чтобы чуть-чуть ушел жир. Как раз к плыльнику подоспели пончики польские. Если вы любите прям сладкое-сладкое, тогда в само тесто кладите больше сахара или поливайте сахарной глазурью. Вот. Видите? Не такие, как в супермаркетах или где-то в кофейнях. Но очень нежные и воздушные. Хотела вам показать текстуру. Я сама слопала половину. И я не планировала. Но вкусно-вкусно. Попробуешь что-то сделать? Так, Миша. Чаек? Очень вкусно. Чаек? Будешь? Буду. Хочу вам кое-что показать, что я обнаружила совсем недавно. Помните, из поездки в Швейцарию я привозила косметику? Не только из этого бутика, а из разных. И мне дали кое-какие тестеры. Мне было безумно приятно. Но потом я увидела это. Секунду. Давайте начнем с хорошего. Именно в этом бутике мне дали, во-первых, пробник очень-очень дорогого пилинга с кислотами и энзимами от вот этого бренда. Причем одно саше. Его будет вполне достаточно для одноразового применения, чтобы понять, ничего ли не раздражает, подходит или нет. Так что я с удовольствием познакомлюсь, как-то проделаем и такой пилинг. И помимо этого, к моему аромату от Байреда, безымянному, мне еще в пакетик положили вот такой пробник. Это цыганская вода в переводе. И действительно он чем-то похож, вот этот аромат на безымянный. И многие писали, что безымянный все-таки можно найти, аромат без названия, что не такой-то он лимитированный. Возможно, в тех странах, где он не настолько популярен, он все еще продается. Или мне кто-то навешал лапши на уши. Такое тоже может быть. Во втором магазине, название которого я не помню, но я бы с удовольствием передала им привет. И тем консультантам тоже, которые додумались до этого. В общем, чтобы вы не думали, что только у нас бывает такой сервис. Он бывает везде, и это зависит от людей. В общем, у меня в пакете оказался пробник аромата Локситан. И я несказанно рада была заметить масло для сухой кожи от Clorans. Между прочим, очень здорово добавлять его прямо в тон в зимнее время года. Или наносить сначала капельку вот этого масла, и поверх тон тогда не так сушит. И вообще мне было интересно познакомиться с этим средством. И это такая, с одной стороны, малютка, но с другой это масло, и его хватит реально на несколько недель. Но зачем они сделали это? Короче, сказали мне еще на кассе, что мы вам положили тестер помады. Я подумала, тестер, ну, вроде как оттенок такой должен быть красивый. Ну, ничего страшного, что без крышечки. Оттенок 707, и действительно помада подошла бы мне. Ну, как же сильно я удивилась, когда открыла ее. Она была использована. То есть, это тестер прямо со стенда, наверное, из корнера. И непонятно, на какие руки это было мазано. И если, не дай бог, кто-то накрасил это на губы, то как бы это слизистая. Но секундочку, все микробы тоже передаются. И даже если он там сто раз дезинфицированный, я бы предпочла его вообще не видеть в своем пакете. Но такой какой-то неприятный осадок остался. Так что в следующий раз, когда мне не положат никакие там пробники, я не буду злиться и обижаться, потому что, может быть, и так. Ой, такого еще никогда не было. Пролистывала я Ларидут в поисках чего-то интересного для дома. Свои покупки я вам показывала. Но обнаружила, что у них есть еще и детский раздел. И там было то, что у нас недоступно. Это детская линейка Pepe Jeans. Это, между прочим, один из моих... Не моих, подождите. Один из любимых брендов моего мужа. И он часто покупает там футболки, толстовки, джинсы, кожаная куртка у него тоже есть. И все отлично носится. Это вещи из категории чуточку дороже, но они прям качественные. И я заказала Захару толстовку Pepe Jeans. И вторая, не помню какого бренда, но оставлю вам ссылки внизу. Я взяла на возраст 8 лет, потому что нам негде было примерить, посмотреть это все. Я вижу, что Захар у нас высокий парень, скоро ему исполняется 8 лет. И чуть на вырост нужно было брать немножко побольше. Но ничего страшного, потому что такие вещи, которые Захар не успевает сносить, я оставляю для Игнашика. Вы видите, что толстовка плотная, то есть это натуральный хлопок. Он не тоненький, помимо самого хлопка, здесь еще и есть вот такой мишка. Приятный. Кстати, да, получше будет, чем в куртке, которую мы с вами рассмотрим дальше. Я заказывала ее в H&M, чуть-чуть забегая наперед, говорю вам, капюшон. Вот, видите, все хорошо сделано. И я очень довольна. Обязательно буду еще покупать что-то от Pepe Jeans для детей. И также для Игнашика заказала несколько. Нужно подождать, они приедут чуть позже. А это тоже для Захара я брала. Что за бренд? Я не помню. Возможно, это даже марка Laredut. Они тоже делают разные вещи. Мои свитера отлично себя чувствуют после стирки. Поэтому говорю, да. И здесь тоже качество хорошее. Эта камера показывает каждую пылинку. Но вот я сейчас смотрю, нет ни одной ниточки. Так что простите. На самом деле все чистое, абсолютно новое. Я пока что еще даже не успела снять этикетки. Так что потихоньку обновляем гардероб. И сейчас пойду убираться в шкафах детских. Доставать то, из чего мы выросли. Нет, еще много. Мы с Микой сегодня в одной цветовой гамме. Вписываемся в новый интерьер. Как вы написали. Если я вот так сижу с коробками, значит будет распаковка. Я хотела снять отдельное видео. А потом думаю, наверное, я в влоге по-быстрому вам покажу. Потому что что-то мне может понравиться. И подойти я это ставлю. А что-то отправится обратно. По разным причинам. Поэтому сегодня рассмотрим, что я тут Пана заказывала. И потом уже в видео о весеннем гардеробе. Или в каких-то, не знаю, покупках. Покажу все в образах. Сегодня у нас с вами H&M. Я вообще-то заказала всего несколько вещей для дома. Для Игната. И потом я увидела, что есть скидка минус 20%. Поэтому взяла себе несколько вещей. Так что начинаем нашу распаковку. В этот раз заказ пришел мне очень быстро. Теперь везде летает шерсть. И, как я вам и говорила, онлайн ассортимент гораздо больше. Больше интересных вещей. И вообще я всегда за онлайн шоппинг. Вы уже в курсе. В этот раз заказ из H&M пришел мне очень быстро. Буквально за три рабочих дня. И иногда посылки из H&M или из Mango. Я могу ждать даже две недели. Но получилось гораздо быстрее. Это был наборчик. Я сегодня его распаковала. Игнат уже надел. Там были такие серо-синие штанишки. Очень красивые цвета. Хаки. И вот такой бежевый. Со всем другим тоже сочетаются. Но самое главное то, что здесь приятный хлопок. И даже после стирки они выглядят нормально. Здесь уже нет никакого начеса. То есть это не зимний вариант. Но так как наши мальчики постоянно носят еще теплые вот эти брючки от зимнего костюма. Поэтому не мерзнут в садике или дома нормально. Но наверное когда станет чуточку теплее для зимнего костюма. То придется под низ надевать как минимум какие-то колготки. Это лот номер один. За карточку взяла новое белье. Это комплект из пяти как-то боксеров. По-польски это боксерки. Ну то есть такие не вырезанные трусики, а подлиннее. Типа как шортики. И вы знаете, я уже 13 лет живу за границей. И иногда что-то как вылетит из головы. Очень часто забываю слово корица. То есть я помню на английском. Я помню на польском. Вообще польский это мой основной язык. Язык, на котором я думаю уже 13 лет. 13 или больше. Живу за границей. И в основном на русском я общаюсь только с вами, с мамой и с Настей. Это все. Реже с братом, с женой брата. Ну а так вся моя жизнь проходит на польском языке. И в обыденной жизни я также общаюсь на польском. Вся документация. Ну абсолютно все на польском. Поэтому как заторможу. И сижу потом не могу вспомнить. Иногда даже пользуюсь переводчиком. Как оно там было. И еще стоит уточнить, что белье всегда в H&M хлопковое. Поэтому все дышит и комфортно. Я сейчас очень за комфорт. Игнашкину взяла пару носков. Не пару, а раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. На неделю. На неделю семь носочков. И жалко конечно, что они не однотонные. Не было в наличии. Поэтому взяла вот такие и размеры. Двадцать восемь, тридцать. Как раз нормально. У него тридцать седьмой размер. То есть они хорошо тянутся. Но при этом не очень маленькие. То есть я уверена, что на несколько месяцев для нас вот все будет как раз подходить. Это тоже для Игната спортивные штаны. Это штанишки. Они уже чуточку плотнее. Шнуровка. И они не очень широкие. У нас Игнат худой. И найти на него что-то иногда бывает довольно сложно. Комплект из двух штанишек. Одни серые, вторые синие, как вы видели. И серые с такой темной шнуровкой. Темно-синей. Красивые лэбочки. И, вы знаете, я иногда люблю что-то купить. Не просто базовое. А чтобы даже если это был спортивный костюм, чтобы он выглядел как-то так стильненько. И даже на улицу не стыдно было в таком выйти. Дальше я знаю, что это такое. Тяжеленькая коробочка. Видите, как все упаковывают H&M. И это свеча. По-моему, я не смогу ее открыть без ножа. Так что секунду. Ого. Вот это они ее запаковали. Ну, хорошо. Зато ничего не разбилось. Вот такая она. Черная. С крышкой. Называется Firewood Thick. Давайте проверим, чем она пахнет. О! Чуть-чуть фруктово-зеленая. С ароматом чистоты. Вот что-то такое. От душки у H&M зачастую какие-то такие, знаете, универсальные, которые многим нравятся. И свеча не маленькая, поэтому ее точно хватит надолго. А то все малютки, которые я купила в последний раз, они у нас горели очень-очень быстро. И большая, которую мне подарила подружка, тоже зарасходовалась быстрее, чем мы того ожидали. А мы любим зажигать свечи. Сейчас еще темнеет довольно рано, поэтому включаем какое-то такое ламповое освещение, зажигаем свечи. Это всегда придает особый уют. Класс. Беленькая. Внутри и с крышками как-то по-особенному нравятся свечи, и они также не преподают пылью. И когда она догорит, вот видите, какая она высокая, ее можно использовать, например, в качестве подставок для щеток, зубной пасты или для кисточек. Или даже если покупаете какие-то маленькие букеты, сухоцветы, то тоже сюда помещаешь и очень симпатично, стильно смотрится. Я балдею от картины, которую написала для меня моя подруга. Помните, я показывала вам в одном из предыдущих влогов, и большинство она также пришлась по душе. Кто-то не понял, это тоже нормально. И совсем так, вы знаете, с одеждой, конечно же, с искусством. Поэтому я не стану спорить, о вкусах в принципе не спорят, но для меня эта картина имеет совершенно другую ценность, чем для каждого другого человека. Поэтому мне нравится, и, конечно же, она остается висеть у нас на главном месте. И так как там использованы такие бежево-золотисто-перламутровые оттенки и черные, мне захотелось добавить чего-то такого интересного, слегка более контрастного в наш интерьер. Но чтобы это не было дорого, и я уже говорила о том, что собиралась присмотреть какую-то новую наволочку. Одну. Этого достаточно, чтобы был такой вот какой-то интересный акцент. И, конечно же, в H&M я нашла то, что надо. Вот такая скромная, полосатая. Я сейчас ее отпарю. И это не хлопок, это синтетический материал, поэтому должна быть живучей. И после стирки они зачастую выглядят хорошо. Здесь замочек такой скрытый, поэтому с каждой стороны, вот как ее ни положи, она будет выглядеть нормально. И у нее стандартный размер 50 на 50. У меня есть такие наполнители. А если у вас нет хороших наполнителей, то в H&M сразу все тоже можно прикупить. Так, это у нас XS. Что это я сказала? А, конечно, конечно, это футболка. Футболка, та, о которой я говорила вам много раз, просто стандартная хлопковая футболка. Она оверсайз, несмотря на то, что это XS, как вы видите, она не маленькая. Она даже на мне будет смотреться объемной. Вот, гляньте, да? То есть, можно две таких, как я, поместить. Я предполагаю, что если вы носите размер S, то это будет сидеть на вас нормально. Вот, покажу вам, какой по плотности материал. У меня есть несколько таких. Никаких деталей, ничего на ней нет. Конечно же, если ее разгладить, она будет вообще бомбовой. И вы часто советуете мне футболки из Uniqlo. Я бы с удовольствием купила, хотя бы даже ради интереса. Но у нас нет этого магазина, и мне хотелось даже заказать оттуда пуховик, но я никак не могу подобрать модель. Потому что те, которые мне нравятся, они, скорее всего, будут слишком длинными на меня. И еще одна жесть. Это вот такая курточка. Ой, девчонки, нет. Я оставлю вам ссылку на эту куртку, чтобы вы знали, что не покупать. Во-первых, ее нужно было брать на несколько размеров больше, чтобы она сидела прям очень-очень объемно. Но она настолько как-то и дешево смотрится, и нелепо, как будто это полный олдскул, только такой уже поношенный. Нет, это отличается от того, что я видела и в онлайн-магазине, и также на других девчонках-блогерах. Я планировала надевать ее поверх худи со спортивным костюмом, с угами, с ботинками светлыми. Но это совершенно не то. Некрасиво она сидит и вообще промахнулась. Видите, у меня такое бывает, так что куртка поедет обратно. А цвет джинса мне очень нравится, нежно-голубой. Можно, конечно, попробовать с размером побольше, но тогда и рукав будет длиннее. Что-то у меня как-то пропало желание ее менять, поэтому я ее просто-напросто верну. Может, вы знаете, где купить куртку такого плана, только классную. Помимо этого, я взяла еще и плащ белый, между прочим, он такой тяжелый. Немножечко его погладила, но только основные какие-то помятости, потому что не знала, что из этого получится, если вдруг решу отдавать, чтобы вещь была в таком же состоянии, в котором она ко мне пришла. В целом мне нравится, причем вовсе не обязательно все прям светлое надевать. Еще живее, еще интереснее это будет выглядеть, если надеть костюм любого другого, более интенсивного цвета. Даже с нежно-таким мятным красиво, да, со многими, с коралловым. То есть базовый цвет, базовая модель. И меня не смущает даже отсутствие подкладки. То есть это такой вариант, когда хочется набросить что-то поверх, но не теплое, а больше как для защиты от какого-то легкого ветра. Даже если у вас лето не очень теплое. Я знаю, что во многих городах летом не очень-то и жарко, поэтому плащ такой на весну и даже на лето. И не обязательно только с плоским ходом, можно с каблучком. То есть вариант и в пир, и в мир. Конечно же прилагается пояс. Я оставлю вам ссылку внизу, мало ли может кому-то пригодится. И такие плащи, не плащи, ну типа легкие, да. И вот у меня размер XS, да, все свободно застегивается. Все нормально, не хочу его мять, честно говоря, сейчас. И пуговички, обратите внимание, не серебристые, не золотистые, а типа как под черепашку. То есть нормально это смотрится. Так что я говорю, да. И велика вероятность того, что я его оставлю. Это в принципе то, что я искала. Хочу вам кое-что рассказать и даже по большей части спросить. На днях я получила запрос сотрудничества. То есть девушка предложила мне свои услуги. И она рассказывает, что недавно она закончила курс какого-то байера из Италии. Она, конечно же, указала имя, но у меня в памяти не отложилось. Я вообще не интересовалась этой темой. Если я уж решаю приобрести себе что-то дорогое, то Инстаграм это будет последняя площадка, где я начну что-то искать. Возможно, я такая трусиха и недоверчивый человек, но мне как-то действительно страшно потерять деньги или получить подделку за огромную сумму. И девушка теперь тоже работает в сфере вот этого байерства. И она также предлагает любые люксовые товары по хорошим ценам, с хорошей скидкой. Якобы у нее она есть, ее личная. Я зашла в ее профиль и вижу там классические модели из стандартных коллекций многих супер дорогих брендов. И вы знаете, два года тому назад, нет или полтора, ну не суть, я покупала свою первую люксовую сумку в Париже. И там не было никакого бонуса при покупке. Дальше Томик мне дарил сумку в прошлом году. Мы покупали ее в Италии, и на нее тоже не было никаких дополнительных скидок. А вот когда я покупала маме сумку уже в Польше, в Виткатсе, это официальный представитель люксовых брендов здесь в Польше, у них есть один большой мультибрендовый интернет-магазин и также мини-торговые центры, где уже отдельные бутики, там Гуччи и все остальные, Ботека в Кракове тоже есть. И там, значит, когда покупаешь что-то в Виткате, я вам рассказывала, при первой покупке ты получаешь скидку 10% на любой товар. И это все. О каких-то других бонусах я никогда не слышала. Я знаю, что в Италии есть аутлеты, и может это как-то через аутлеты или действительно у таких байеров есть хорошие скидки. Напишите, пожалуйста, что вы знаете об этом, на самом ли деле это так, и неужели это так просто закончить чьи-то курсы и сразу получаешь хорошую скидку. Я ничего не планирую приобретать, но это заставило меня задуматься. И очень часто я также захожу на какие-то странички блогеров, за которыми я слежу, и они там иногда что-то заказывают через байеров. И одно дело, когда кто-то помогает что-то доставить из Европы, из Америки, это одно дело. А совсем другое, когда кто-то говорит тебе, что я достану любую люксовую вещь, но по хорошей цене, это всегда, ты знаете, загорается лампочка и думаешь, где-то должен быть подвох. Будьте бдительны, будьте осторожны. И лично я не рекламирую такие услуги. Я также побоялась бы, знаете, отправить кому-то через Инстаграм конкретную сумму денег, и не дай бог вообще ничего не доедет. Или приедет какая-то подделка, и одно, и второе, это супер неприятно. Что там такого в Италии, и где взять хорошую скидку? Так, на всякий случай интересуюсь. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, и что вы отпишетесь. Не забывайте поставить пальчик вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока, до новых встреч совсем скоро.